Утро нового дня Микрофон Алексей Сорокин Открывает утреннюю программу Исторический хронограф Исторический хронограф Здравствуйте У микрофона журналист Евгений Слюняев Сегодня, 1 июня Отмечаются Международный день защиты детей А также День Северного флота России И День военно-транспортной авиации Военно-космических сил России В разные годы истории 1 июня происходили следующие события В 1779 году основан город Мариуполь В 1806 году в Петербурге Заложено здание Смольного института В 1830 году в Петербурге В 188 году в Петербурге В 1912 году в этот день В Симбирске состоялось торжественное освящение Богородицы Неополимовского храма Этот деревянный храм и по сей день Стоит на улице Верхнеполевой В северной части Ульяновска 1 июня 1933 года в Советском Союзе сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. Именно поэтому эта дата вошла в историю как День Северного флота России. 1 июня 1936 года открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток. Одна из самых протяженных в мире. 1 июня 1965 года советскому писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе. А 1 июня 1983 года в Ульяновске создан Музей гражданской авиации. Музейная экспозиция отражает историю гражданской авиации нашей страны со времен ее зарождения до сегодняшних дней и включает в себя более 4000 экспонатов, из которых 730 подлинные образцы. Среди них такие редкие экспонаты, как вертолет Ми-1, самолет Як-112, легендарный По-2, первый отечественный пассажирский самолет АК-1, первый в мире цельнометаллический двухмоторный самолет АнТ-4, самолеты Ту-114, Ту-116, Ту-104 и много других удивительных самолетов и вертолетов. 1 июня 1992 года Россия стала членом Международного валютного фонда. Исторический хронограф Специальный репортаж В стране стремительно растет импортозамещение. У бизнеса появляются новые перспективы. Мировые бренды уходят с рынка, тем самым предоставляя возможности для развития местным производителям. Не отстает и наш регион. По словам первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, сейчас разрабатывается собственный бренд одежды. Он заменит ушедшие из страны иностранные торговые марки. Известно, что под единым брендом станут продавать изделия ульяновских производителей мужской и женской, а также детской одежды и аксессуаров, украшений, кожгалантереи, домашнего текстиля и декора, а также косметики. Ну а если проект будет успешно реализован, то он сможет быть представлен и в других регионах. Продолжит первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева. В стране на сегодняшний день стоят заводы, увеличились контейнерные заторы, а доставки товаров наземным транспортом просто замедлились. Перегруженность китайских портов на фоне санкций в отношении России, по мнению экспертов, будет отрицательно влиять и на общую ситуацию международной торговли. На текущий момент торговыми партнерами Ульяновской области при экспорте является 54 страны и 80 компаний. По импорту 47 стран и 134 компании. В текущей сложившейся ситуации очень серьезно, безусловно, меняется ландшафт международной торговли, и для нас необходимо помочь компаниям региональным адаптироваться под существующие условия ведения международной деятельности и переориентировать экспорт на рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Но при этом необходимо отметить, что нельзя оставлять без внимания европейское направление, так как поставки региональных производителей в страны Европы на текущий момент не прекратились, они продолжаются, несмотря на достаточно серьезные удорожания и ухудшения состояния логистики и на возникшие проблемы с международными расчетами. На сегодняшний день мы видим несколько стран, которые в приоритете у нас в качестве торговых партнеров, но в первую очередь это Узбекистан, Казахстан, Вьетнам и Китай. Региональные предприятия очень активно взаимодействовали ранее, например, с Узбекистаном экспортировали в эту страну автомобили, авиакомпоненты, автокомпоненты, производственное и технологическое оборудование, комплектующие для мебели, скобяные изделия, топительное оборудование, межкомнатные двери. Две реверсные бизнес-миссии уже проведены с узбекскими импортерами Ульяновской области. Результатом стало заключение более 10 экспортных контрактов с нашими ульяновскими компаниями. В целях поддержки продвижения ульяновских товаропроизводителей на рынке Узбекистана в апреле 2022 года в рамках выставки на пром в Ташкенте было подписано соглашение «Создан торговый логистический центр коллективного пользования предприятий Ульяновской области», представляющий собой постоянно действующий шоу-рум для демонстрации образцов, ну а также склад растаможенной продукции для реализации оптового покупателя. Реализация проекта как цель мы ставим заключение не менее 15 экспортных контрактов на сумме не менее 10 миллионов долларов США ежегодно. Также у нас есть очень серьезные планы по развитию международных торговых отношений с Казахстаном с целью продвижения продукции на казахский рынок. Наш региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства организует коллективный стенд предприятий Ульяновской области на 27-й. Казахстанская международная выставка мебель, интерьер, диавеообработка в Алма-Аты. Еще одно стратегическое направление – это Вьетнам. Здесь несколько иначе мы работаем, на другой нише. Здесь можно использовать, и мы используем размещение товаров и продвижение товаров через электронные торговые площадки. И на сегодняшний день запущен на территорию Ульяновской области пилотный проект по размещению ульяновской продукции на трех основных электронных торговых пространствах Вьетнама. Это «Лазада», «Тики» и «Шапи». Реализация товаров крупных и средних компаний будет происходить в таких крупных сетях, как «Винморт» по дистрибьюторским договорам. Продукцию АПК запланировано продвигать через российский павильон агропромышленной продукции, оператором которым является партнер во Вьетнаме. И среди приоритетных товаров для продвижения на вьетнамский рынок это продукты питания, снеки, сувенирные продукции, а также предметы интерьера и мебели. Продолжается работа и по развитию китайского направления. Основные товарные группы – это продукция АПК, зерно, кукуруза, сухое молоко, сыворотка, куриное мясо, свинина, вода минеральная, подсолнечное масло, масло, рапсовое масло и мука. Основной упор здесь мы видим необходимость сделать на загрузку реверсного китайского поезда, так как на сегодня отсутствует логистика морем и компания «Трансконтейнер» пострадала из-за ухода зарубежных собственников контейнеров. С целью продвижения данного проекта нам необходимо будет проработать вопрос о выезде официальной и бизнес-делегации в Китай после снятия всех коронавирусных ограничений. Кроме того, с целью формирования мер поддержки предприятий, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации, мы на сегодняшний день заканчиваем разработку нормативного права акта, в соответствии с которым мы будем компенсировать часть логистических затрат на поставку товаров, произведенных в Ульяновской области авиажелезнодорожным автотранспортом для именно компаний, зарегистрированных в Ульяновской области. Таким образом, мы планируем обеспечить регулярность формирования поставок в Российскую Федерацию, ну и снизить, нивелировать несколько влияния резкого удорожания логистики. Еще один стратегический наш партнер с Республикой Беларусь, у нас подписано соглашение о сотрудничестве в области экономики. На сегодняшний день Беларусь занимает четвертое место из 94 стран, с которыми работает Ульяновская область в области экспорта, и шестое место из 74 в области импорта. Еще один стратегический партнер, с которым нам предстоит расширить взаимоотношения, это Турецкая республика. Здесь возможны контакты в сфере деревообрабатывающей промышленности, строительства, приборостроения, АПК и медицины. Состоится встреча в форуме «Россия-Турция. Новые вызовы и возможности для сотрудничества и партнерства». В мероприятии примет участие посол Турции в России, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, представители турецких компаний, члены Совета по внешнеэкономическим связям Турции, ассоциации турецких бизнесменов. И, соответственно, я приму участие в пленарном заседании со своим выступлением презентую место Ульяновской области в международных связях России. У нас есть региональный логистический оператор, всем нам известной компанией ВАВС. Она на текущий момент занимается организацией открытия своего представительства на территории Турецкой республики. Это еще один такой стратегический канал развития. Еще одним направлением в рамках реализации у нас проекта является реализация оригинального стандарта экспортного. Большую часть инструментов у нас мы уже внедрили в предыдущие годы реализации проекта. В принципе, являемся одними с флагманами в целом в стране по внедрению стандарта. На текущий момент готовится первый модуль обучения команды по внедрению экспорта. Ну и в рамках недели на реализации у нас проекта состоится целый ряд онлайн мероприятий. Ну и, конечно, приятно видеть, что та практика, которую мы реализовали на протяжении последних двух лет Чарльз Торкпредом. Она сейчас приобретает уже такой общероссийский характер. Мы ориентируемся в своей работе, безусловно, не только на экспорт. В его глобальном понимании международная кооперация и экспорт мы говорим и об экспорте товаров Ульяновской области за пределы региона. Для нас это тоже является приоритетным направлением. И одним из ярких проектов, которые сейчас реализуются, мы надеемся, что это будет тиражировано на территории всей страны, это проект по созданию шоу-рума ульяновских компаний в сфере легкой промышленности. То есть мы планируем создать своеобразную собственную торговую марку ульяновской области в области производителей легкой промо. На территории ТРЦ Аквамол состоится открытие первого шоу-рума такого. 22 производителя одежды будут представлены в этом шоу-руме. Все они ульяновские, хотя мы позиционируем, что это проект в принципе для российских производителей. То есть мы планируем создание собственной торговой марки, единый бренд. Разработкой этого бренда мы сейчас занимаемся, и мы планируем компенсировать часть затрат, которые будет в рамках этого проекта реализована по продвижению маркетингу, по обучению персонала и так далее. И еще одно направление это бизнес-миссии в соседние регионы. В частности, мы проговорили с головой Чувашской республики, совместно работаем над вопросом формирования бизнес-миссии в Чувашской республике. Я считаю, что это одно из тоже перспективных направлений в точке зрения и нашей региональной кооперации, импортозамещения, ну и в принципе обмена лучшими практиками в тех или иных областях. Вы слушали первого заместителя-председателя правительства Ульяновской области Марину Алексееву. Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Наш край – Ульяновская область. В Ульяновске есть несколько памятников Ивану Александровичу Гончарову. Находятся они в исторической части города. Так, памятник Бюст расположен рядом с ансамблем, объединяющим старое здание Ульяновской областной научной библиотеки и факультет иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета. А памятник, связанный с увековечением памяти великого русского писателя, находится в сквере на пересечении улиц Гончарова и Ленина. Это самый центр города. Добраться до достопримечательностей можно на общественном транспорте, доехав в первом случае до остановки «Драматический театр», а во втором – до остановки «Дом Гончарова» либо на такси. Еще один памятник установлен в Димитровграде, в сквере на пересечении улиц Гончарова и проспекта Димитрова. Продолжит младший научный сотрудник сектора культурно-просветительской деятельности и проектов, историко-мемориального центра музея имени Гончарова Лейсан Фергалиева. Памятник Ивана Александровича Гончарова работы Афанасия Васильевича Ветрова был установлен 12 сентября 1948 года в год 300-летия Сибирско-Ульянска у здания Ульянской государственной областной научной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина. Ранее на этом месте находился бюст-памятник Петру Аркадьевичу Столыпину работы итальянского скульптора Этри Ксименеса. Бюст был установлен на пьедестале с красного гранита и обращен на соборную площадь. На доске постамента было начертано Столыпину, Симбирская губерния. В марте 1917 года памятник был снесен, а затем сброшен в Волгу. Пьедестал памятника сохранился до 1948 года. Тогда же на нем был установлен бюст Ивана Александровича Гончарова. Бюст Ивана Александровича высотой 70 см отлит на Мутищинском заводе художественного литья. Установлен он на необработанной глыбе красного гранита. Под бюстом бронзовая дощечка с надписью в две строки «Гончаров Иван Александрович ниже годы жизни 1812-1891». В апреле 1986 года памятник бюст Ивана Александровича Гончарова был перенесен от здания областной научной библиотеки к зданию Краеведческого музея. В ходе работы по переносу памятника с бюстом механической чисткой была удалена искусственная патина. В 1989 году памятник был возвращен на прежнее место к Ульяновской областной научной библиотеке имени Владимира Ильича Ленина, что было очень символично, ведь именно в этой библиотеке и поныне хранится собрание книг и журналов, подаренных Иваном Александровичем в Симбирску. В июне 1965 года в родном городе писателя на углу улиц Гончарова и Ленина напротив дома, в котором родился Иван Александрович, появился еще один памятник романисту, автор его Лев Моисеевич Писаревский. Памятник открыт в ознаменовании 153-й годовщины со дня рождения писателя. Сквер, в котором стоит памятник, стали называть Гончаровским. Скверы памятник располагаются на месте разрушенного в середине 1930-х годов Спаса Вознесенского собора, в котором Иван Александрович был крещен. Памятник общей высотой более 4 метров представляет собой бронзовую скульптуру писателя, облаченного в расстегнутый длиннополый сюртук, сидящего в кресле с низкой спинкой и делающего запись в тетради, положенной на подлокотник. Скульптура установлена на постаменте из красного гранита. В верхней части лицевой грани постамента вырезана надпись «Иван Гончаров», представляющая собой увеличенные фоксимили подписи писателя. Интересный факт, что на месте будущего памятника ранее находилась культурная группа из бетона, изображающая юных пионеров, так как именно в этом сквере вскоре после сноса храма принимали школьников-пионеры. В Димитровграде на пересечении улицы Гончарова и проспекта Димитрова также был открыт памятник Ивану Александровичу Гончарову, представляющий собой фигуру писателя, сидящего в кресле, в халате и тапочках. Автор памятника – молодой, талантливый московский скульптор Игорь Леонидович Замедянский, выпускник Московского Государственного художественного института имени Василия Ивановича Сурикова. Скульптура Ивана Гончарова стала его дипломной работой. Скульптура создавалась под руководством его учителя, известного российского скульптора, педагога Льва Ефимовича Кербеля. Ее высоко оценила комиссия, которую возглавлял Александр Кибальников, автор памятника Владимира Маяковского в Москве. Кибальников похвалил работу начинающего автора одной фразой «Появился хороший русский скульптор». Позже дипломную скульптуру Игоря Замедянского приобрело для Ульянского областного краеведческого музея Министерства культуры СССР. 22 августа 2003 года памятник писателю был открыт в Димитровграде на пересечении улицы Гончарова и проспекта Димитрова. Время молодых Во дворце творчества детей и молодежи состоялся региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады. В нем приняли участие около сотни школьников из учреждений общего и дополнительного образования города и области. Основная задача олимпиады развитие у детей и молодежи творческих способностей и интереса к научно-технической деятельности. Поддержка одаренных детей в сфере робототехники. Продолжит заведующая отделом Дворца творчества детей и молодежи Инна Чугунова. Во дворце творчества детей и молодежи проходит региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады сезона 2022. Это ребята лучшие из лучших, которые претендуют на участие во всероссийском этапе робототехнической олимпиады. Робототехническая олимпиада в этом году проходит под девизом «Робот мой друг» и охватывает три категории основные. Это младшую, среднюю и старшую. Во всех категориях дети должны создать робота, который будет выполнять различные работы в городе. Это такие работы, как газонокосильщик, как уход за больными людьми, транспортировка, прачечные. Участников у нас 28 человек из различных учреждений Ульяновска и Ульяновской области. И по итогам лучшего времени и набранных баллов дети будут отбираться на Всероссийскую олимпиаду. У нас три квоты. Две квоты в основной категории и одна квота в творческой. Всего поедет три команды. Ребята подготовились к региональному этапу Всероссийской робототехнической олимпиады основательно. Представили свои самые лучшие работы – умных роботов. Например, учащийся Центра детского творчества номер 4 Владимир Бартьюк представил очень интересный проект роботоспасателя. Мой путь в робототехнику начался 4 года назад. Я думаю, что робототехника – это очень полезное занятие и должно будет пригодиться мне в будущем и помочь определиться с профессией. Мне нравится собирать роботов, нравится их программировать, также ездить на соревнования и развивать себя. А как происходит процесс программирования робота? Мы программируем робота с помощью специальной программы. Там мы вставляем, что должен робот сделать. Например, проехать вперед, повернуть, доехать до определенной точки или, например, что-то найти. Ты впервые принимаешь участие в этой олимпиаде? Я участвую в этой олимпиаде не впервые. Мы уже были с напарником на окружном этапе в городе Пермь, но там, к сожалению, не смогли пройти дальше. Какого робота ты сегодня здесь будешь представлять? Сегодня я приехал сюда с роботом-спасателем. Он должен заехать на сгоревший завод, найти там людей и сообщить о их местоположении спасателям, а также должен найти возгорание и потушить его. Робота мы делали около двух месяцев и потом его программировали тоже около двух месяцев. Сама идея робота пришла, когда мы узнали о соревнованиях. Ну, я думаю, что этот робот сможет помочь будущим спасателям при настоящем пожаре. В России таких нет. Над созданием робота Владимир работал вместе с напарником Егором Моисеевым. Ребята распределили обязанности. Кто-то отвечал за техническую часть, а кто-то за программирование. Я четыре года занимаюсь робототехникой. Меня увлекает это, потому что я решил связать свою будущую профессию с робототехникой. Какова была твоя роль в проекте? Я отвечал в основном за программу, а напарник мой за конструирование. Мы решили участвовать вдвоем. Иногда есть номинации, где можно участвовать одному. Что было самым сложным при создании этого робота? В данном роботе сложно, потому что очень большая программа. Очень много блоков, очень нужно много запомнить. На эту программу ушла неделя. Помогал наш тренер. Много ли у вас с напарником было совместных работ? Нет, совместные работы, это уже, наверное, десятая. Очень много работ, которые ездят по линии и выполняют различные специальные задания. Например, перевозка опасных грузов. Принять участие в региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады смогли и ребята из области. В школе у ребят из Новой Майны, Даниила Шаталина и Егора Еремеева, есть точка роста. Они занимаются там робототехникой. Завершив работу над своим проектом, они решили поучаствовать в олимпиаде. Я увлекаюсь около двух-трех лет примерно. Выбрал ее, потому что просто понравилось. Увидел один раз в интернете, как эти роботы ездят. Узнал, есть ли в нашем поселке занятие робототехникой и решил ходить на миг. Ну, я примерно так же, года два-три. Мы начали ходить вместе, то есть начали делать роботов. Потом был перерыв примерно год и вот сейчас делаем это. Просто дружили в одном классе, учимся. Что умеет делать ваш робот? Наш робот, у него есть три задачи. Первая из них – это поставить бутылку на стол в комнате. Вторая – закинуть мячик в кольцо. И третья – отнести в прачечный бельевой блок, но ее пока что мы выполнять не научились. Занимались мы не каждый день, не всегда хватает времени. А как пришла идея создания этого робота? Да, начали готовить специально для олимпиады. Сначала не получалось, экспериментировали. Все-таки пришли к такому результату. Просто пытались что-то сделать, дорабатывали старые версии. Сложно ли было его программировать? Это очень трудно, так как там у нас стоят четыре датчика цвета. Их всех нужно кодировать, писать код, писать функции, по которым он будет ездить. То есть на данный момент у нас более двух тысяч строк. Лучшие участники регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады были награждены дипломами Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Впереди их ждет еще один этап. И там-то они должны будут показать свои способности во всей красе. С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. Врачи-диетологи недоумевают, почему россияне игнорируют морепродукты. Для нас на первом месте стоит мясо, мы едим его практически каждый день. Затем рыба, на третьем месте, например, субпродукты и так далее. А что же морепродукты? Иногда, особенно когда готовим праздничный стол, случайно можем вспомнить и о них. Это несправедливо, говорят специалисты. Морепродукты достойны другой участи. Пусть как раз они занимают в нашем рационе питания первое место. Врач по профилактике Елена Денисова готова все объяснить. Практическая польза морепродуктов для организма выражается в следующих эффектах. Прежде всего, это укрепление сердечно-сосудистой системы. Так как содержащиеся в мясе практически всех морепродуктов омега-3 и омега-6 жирные кислоты улучшает состояние сосудов за счет того, что снижает уровень холестерина в крови и препятствует образованию бляшек в сосудах. Также улучшается пищеварение. Мясо морепродуктов по праву считается диетическим. Оно быстро переваривается, хорошо усваивается и дает организму массу белка. Правильно приготовленные морепродукты хорошо сочетаются с овощами и всевозможными соусами. Как правило, не вызывают проблем с пищеварением. Трудно представить более удачный продукт для тех, кто на диете. Так как в морепродуктах при рекордном содержании белка жира очень мало. А калорийность в нем составляет всего лишь от 65 до 80 ккал в 100 г. Поэтому, находясь на диете, можно разнообразить свой рацион не только овощами и фруктами, но и морепродуктами. Общее оздоровление организма также имеет большое значение. Так как высокое содержание морепродуктов йода помогает организму поддерживать функцию щитовидной железы. Также большая концентрация витаминов и минералов оздоравливает организм в целом. Единственный существенный недостаток морепродуктов состоит в том, что они имеют свойство накапливать в себе вредные вещества. Такие как ртуть, тяжелые металлы, соли металлов. Кроме того, они могут быть заражены вирусами и близнетворными микробами. Чтобы максимально снизить опасность при употреблении морепродуктов, следует придерживаться следующих правил. Употребляйте только морепродукты, прошедшие тепловую обработку. Не ешьте морепродукты сырыми. Покупайте морепродукты в фирменной упаковке. Поинтересуйтесь, откуда они привезены. При приготовлении обращайте внимание на свежесть морепродуктов. Говоря о них, мы в первую очередь имеем в виду креветок, омаров, крабов, кальмаров, осьминогов и моллюсков, таких как мидии, гребешки и устрицы. Этим коротким списком огромное разнообразие морепродуктов не исчерпывается. Но именно эти обитатели моря наиболее часто встречаются в наших магазинах и в рецептах блюд. Что касается более экзотических морепродуктов, к ним нужно относиться с большей осторожностью и для начала разузнавать об особенностях данного продукта, так как некоторым морепродуктам требуется определенный режим приготовления. Морепродукты должны быть свежими. Они очень быстро портятся и становятся опасными для здоровья, так как к нам они попадают чаще всего в замороженном виде, а реже в соленом или маринованном. При разморозке морепродуктов проследите за тем, чтобы они хорошо выглядели и не имели постороннего запаха. Некоторые морепродукты, которые приняты есть сырыми, такие как устрицы, после разморозки не годятся в пищу. В этом случае их обязательно нужно подвергнуть тепловой обработке, иначе велика вероятность заражения болезнетворными бактериями. Вообще преимущественно азиатская культура употребления морепродуктов и рыбы в сыром виде может быть опасной, потому что внутри обитателей моря могут скрываться паразиты и бактерии, и поэтому обитатели моря могут скрывать в себе паразитов и бактерий. В лучшем случае они заморожены свежими и с соблюдением всех правил, но никто вам этого не гарантирует на 100%, и определить на глаз это невозможно. Подытоживая, можно сказать, что в отношении морепродуктов действует два основных правила. Употребляйте только свежие или свежезамороженные продукты с максимально гарантированным качеством и подвергайте их тепловой обработке. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Людям свойственно прилетать, приезжать, приплывать. Движение – это способ нашего существования. Как правильно сказать? По приезде или по приезду? Согласитесь, частенько встает перед нами этот вопрос. Давайте же разберемся. Предлог «по» в значении «после чего-либо» всегда употребляется с предложенным падежом, так что верно будет сказать «по приезде». Кстати, это же правило действует по поводу сочетаний «по прибытии», «по окончании», «по завершении». Например, по приезде в город мы сначала пойдем в парк. Согласно правилу русского языка, если предлог «по» употребляется для обозначения действия, после которого что-либо совершается, то существительное ставится в предложный падеж, отвечающий на вопросы «о ком?», «о чем?». Так, в словосочетаниях «по прилёте», «по прибытии» и «по приезде» предлог «по» используется в значении «после». Значит, слова «прилёт», «прибытие» и «приезд» стоят в предложном падеже. И на этом у меня на сегодня всё. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы! Утреннюю программу завершает рубрика «Этот день в истории музыки». С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Этот день в истории музыки. В этот день появились на свет основоположник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка. Музыкальное искусство Глинки характеризует полнота и разносторонность охвата жизненных явлений и жизнеутверждающий тонус. Его оркестровое письмо, сочетающее прозрачность и внушительность звучания, обладает яркой образностью, блеском и богатством красок. Виолончелист с уральским размахом Герц Давидович Цомок. Композитор, педагог, народный артист СССР Андрей Баланчевадзе. Он является создателем первой национальной грузинской симфонии, первого грузинского балета и инструментального концерта. Композитор, народный артист Рософосер Евгений Птичкин. Его авторству принадлежат песни «Ромашки спрятались», «Сладка ягода», «Травы луговые». Ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите, непостоянная у них любовь? Певица, народная артистка Российской Федерации, солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева, певица Ольга Кормухина. Ни на миг, ни навек день упал, словно снег, что неслышно засыпает белыми цветами руки ленивых рек. Этот мир, этот дом помнит нас лишь вдвоем. День еще не понимает он, не знает, что тебя уже не будет в нем. Мой первый день, первый день без тебя С голых небес брошенный свет Мой первый день, первый день без тепла Твоих рук, моих глаз, день, в котором нет нас больше нет. Автор и исполнитель собственных песен, музыкант, поэт Дмитрий Хмелев. Автор песен, композитор, певица Монеточка. Настоящее имя и фамилия Елизавета Гордымова. Стихи до утра на салфетке черкает за стойкой у бара Девчонка с гитарой слезинки роняет на блузку из зары Возьми свою сдачу и завяжи в узел сибящей связки Доверься, не плачь, и все будет иначе Все станет, как в сказке Также в этот день в мировой и отечественной культуре Произошли следующие события. В 1893 году в Берлине состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Перекола». В 1947 году Всесоюзное радио передало в эфир первый концерт «Загадку», Программа которого была составлена радиослушателями С тех пор такие концерты стали регулярными В 1950 году фирма грамзаписи «Декорекордс» Выпустила первую в мире пластинку на 33 оборота в минуту В 1961 году в Европе состоялась первая передача радиосигнала в стереорежиме Этот день можно считать началом качественного радиовещания В диапазоне от 87 до 108 мегагерц В 1997 году в Екатеринбурге создана группа Чичерина В клубе состоялась их первая репетиция В 2011 году в Москве прошли концерты испанского певца Хулио Иглесиаса Ностальгия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok